Ну, бывает же такое, что, например, в начальном этапе открывают, чтобы был бизнес, и чтобы уносил хороший доход, а потом только появляют. У вас сначала любовь и доход, или доход, а потом любовь? Хм, интересный вопрос. Сейчас вспомню. Ну, сначала просто было дикое желание работать и доказать себе, что я смогу. Сможете что? Руководить, справитесь могу. Общепит, не понаслышке, считается одним из самых сложных бизнесов. Ну, на самом деле, да, это квинтэссенция всех факторов, чего только нет. Но самый сложный всегда в любой работе, это человеческий фактор, потому что он всегда неподсказуемый. Поэтому сначала была борьба с собой. Доказательность на себе. Да, сначала хотелось, да, именно... Подняешь самооценку, смотря само себя. Да нет, самооценка, ну, да, уже не надо. Хорошо. Мне кажется, у меня на этом вообще проблем нет. Лучше бы опустить бы где-то в каких-то моментах. Не, не стоит. Не, ну, я жду, конечно. Да нет, я на самом деле стараюсь очень трезво смотреть на вещи и понимать не только там свои достоинства, но и свои недостатки. Я их вижу у себя. Сегодня никто вам не предложит обменять оборудование кухни по программе 3D, кроме компании Реста Бум. Здесь вы можете обменять старое на новое. На начальном этапе прибыль растет или держится на уровне и, может быть, вообще прям падает и еле как бы влываем, чтобы лишь выложиться? Давайте конкретнее вопрос. Открываем заведение. Открываем. Прибыль растет? А это зависит от уровня ресторатора. У кого-то растет, у кого-то падает, у кого-то пал, а никогда не поднимается. А у вас как бы было? Зависит от проекта. Ну, у вас как бы было? Самый такой, который ваш проект? Ну, давайте начну с первого. Ну, давайте поговорим про Борис, бар. Ну, конечно, улыбочный. Первое время будет. Ну, на сколько первое время? Год, два, пять, десять? Ну, полгода точно. Полгода украинского. Потом начинает потихоньку двигаться вплоть. Да, ну, мы опять же говорим, мы же сейчас говорим не об открытии нового, а о реанимации старого. То есть в открытии немножко другая тема. То есть, ну, нельзя так вот прям категорично сказать. Каждая ситуация и каждый проект, он требует более детального рассмотрения. То есть время открытия, я не знаю, дата. Я хочу сейчас говорить только о ваших заведениях. Только о ваших не очень больше. О моих? Да. Ну, Мизойстерс хорошо открылся. Он изначально в плюс очень большой вышел. С первого дня выстрелил в плюс. Гринери год мы на ноги ставили. Энви пока еще непонятно. Пока ждем, смотрим. Да, еще пока я присматриваюсь, не могу сказать конкретно. То есть нет таких сроков, которые вот когда вот ресторан существует, сколько он уже присуществует на одну-другую, чтобы потом начать расти? Нет таких каких-то основных сил? Ну, я и для себя не определяю. То есть очень зависит от проекта. Есть проекты интеллектуальные, есть проекты более простые. То есть, если, например, мы говорим, что, не знаю, столовая закусочная, да, если она не выстрелила, то она уже вряд ли выстрелит. То есть, значит, не та локация, не то место, не та проходимая. А здесь можно расходовать. Да, а если мы говорим о ресторане высокого уровня, то самым, на мой взгляд, часто распространенная ошибка рестораторов, это неумение ждать. То есть ресторан высокого уровня, там, бар, премиум классы, я не знаю, ну все, что... Все и сразу. Да, хотят сразу в плюс, но такого не бывает. Не бывает. Нет. Надо наработать, все в гости. Должно понимание быть, что всему свое время. Да. Вы довольны всеми проектами, которые у вас есть? Я никогда не довольна тем, что у меня есть. Я всегда знаю, что они могут лучше. Каждый проект может лучше. И я это знаю. Я знаю, в каких областях. Я чувствую, я разговариваю, я мотивирую, я объясняю, я рассказываю, я не знаю, я там внушаю, убеждаю, если надо там. Ну, какие надо техники я использую для того, чтобы достучаться, чтобы люди меня слышали, чтобы они меня поняли. Для меня очень важно, чтобы они меня понимали. Я, например, сегодня на собрании объясняла, почему я уволила человека. Всему коллективу. Потому что я считаю, что это честно. Правильно. Я не уволняю людей просто так. Это все есть причины. Вот, да. Я хочу, чтобы мои сотрудники знали. У меня нет секретов. Что не подполье это сделано? У меня нет секретов с кассы. У меня каждый сотрудник знает наши выручки. Каждый сотрудник знает наши кассы. Каждый сотрудник знает ежедневный указ, ну, который находится на основе. Кому интересно, может спросить, он расскажет, что нет проблем вообще. Я не считаю, что стоит из этого делать тайны. Абсолютно. Как вы пришли к ресторанному бизнесу? Ой, вообще случайно. Случайно. То есть вы работали педагогом, работали-то как? Хе-хей, вот оно, мне пришла идея, фикс, и я буду ресторана. Нет, на самом деле, как таковым педагогом я никогда, вот только педагогом я не работала. Я всегда занималась еще финансовой деятельностью, я коммерческий директор для секретов компании. Какой с ней секрет? Ну, вообще секрет. Секрет. Ну, да, у нас просто с мужем определенного рода договоренности, что я его род деятельности не фиширую. Ну, то есть вы мужу, хорошо, а вы мужу помогаете. Да, мужу супруга помогаете. То есть он вам не помогает самостоятельно, а вы супругу помогаете. Ну, как? Ему, наверное, не нужна помощь, так, прием. Прием. Ну, надо же иногда встречаться, общаться. То есть получается только так, да? Не, ну, конечно, вечерами тоже встречаемся. Вечерами, дома, на семейным ужином, обсуждение финансовых вопросов от его компании. Мы стараемся дома о работе не разговаривать. Это хорошо, потому что дома должны быть какие-то домашние ценности, ценности семьи. Да, там дом прикольный, книжечки дома приватные, читать, просто спосить, поговорить. Угу. Как-то, наверное, у нас больше, что-то интересное. И у вас хватает времени и рестораном заниматься, и семьей не выпускать, да, какие-то моменты? И еще и мужу помогать. Как? Ну, понимаете, это, конечно, очень громко сказано. Я думаю, что он без меня прекрасно бы справился. Но вы сожиды не оставляете, и это прям, мне кажется, такой весомый момент. Ну, я не знаю, если не будет, но я не знаю. На первый проект ваш кто вам дал? Или, может, вы сами заработали, или кредиты? Что было? Или кто был в вложении? Не, на самом деле кредиты я понимаю только для бизнеса. Я не понимаю кредиты для повседневной, очень часто. Вот для активов можно подолезть в кредит, для пассивов нет никогда. В квартирах кредит не возьмете. Не возьмете. А бизнес возьмете? Бизнес? Угу. Ну, все же... Есть у меня такой опыт. Был опыт, да, кредит? Муж не помогал? Ну, скажу честно, конечно, если надо будет, поможет. Поможет. Ну, не бросит меня, конечно. Не бросит, нет, не бросит. Ну, я не люблю просить. Компания Рестабун понимает, что гость в ресторане ждать не будет. Поэтому предоставляет на временную замену самое востребованное оборудованное для кого-то. Я так понимаю, вы заработали у мужа в компании финансовым директором и вложили его в свой бизнес? Вы знаете, так очень сложно сказать. Это очень так, ну, категорично заработало. Ну, мы... Накопило и вложило. Ну, мы с другом предпочитаем использовать фразу «семейный бюджет». То есть у нас нет такого. Мое... Вы знаете, у меня мама все в детстве говорила. Мое, твое, паративно слушать. У нас все общее. Да, да, общее. Да. У нас общее, у нас нет такого. Надо? Пожалуйста. Надо? Пожалуйста. То есть у нас как-то уже сейчас, наверное, в таком уровне, куда мы идем. И никто так кого-то тянет, а каждый идет своей дорогой, а вечером все дороги пересекаются. И все соприкасаются, и все соприкасаются, и все вместе, и все счастливы, да? Да, да, да. Для вас, ваши рестораны, это... Любовь? Дети. Дети ваши? То есть это любовь, это не только деньги. То есть главное деньги. Это вообще не про деньги. Нет. То есть если бы она не приносила такой, все равно это была бы любовь? Нет, закрыла бы. То есть не любовь. Ну, человек делает в своей жизни что-то с какой-то целью. То есть тот, кто делает что-то бесцельно, ну, он жизнь проживает зря, на мой взгляд. Да. То есть цель должна быть. Цель у бизнеса – это получение прибыли, и это нормально. Но часто очень люди забывают, что прибыль невозможно получить без того, чтобы что-то в это вложить. То есть люди открывают и хотят доить. Вложить. Да, вложить просто денег и получать деньги. Ну, такого не бывает. Нужно тратить свое время, свои силы, нервы. Энергию. Энергию. Идею. Любовь, конечно. Сынцент. Это комплекс. Хорошо, давайте возьмем вашу семью. И на улице кризис. И кормилицами семьи, остались только вы с вашими детишками, да, с вашими ресторанами. Справитесь? Легко. Останетесь на плаву на том, который сейчас стоит, что не ущемляет свои затраты. Сложно очень сказать. Справиться справлюсь, конечно. С голоду не умру точно. Надо будет полу пойду мыть, надо будет пойду, я не знаю, да чем угодно буду заниматься. Будешь бы с вами все было хорошо, очень хорошо справлюсь. То есть мы... Вы уже научите? Все сами. Ого, он сам кого хочет научит. Хорошо. Я очень самостоятельный. Самостоятельный. Да. Ну, он никак не в ваш бизнес. Нет, у нас изначально была договоренность такая. Договоренность, что я сама в себе, я хочу сама. Да, мы договаривались. Ну, это хороший житель, поскольку пока. Ну, я давно хотела. Я считаю, что я состоялась как женщина. Я родила двоих детей. Мать. Мать состоялась, конечно. Сын, дочка. Я дома все это удовольствие выполнила. Можно и заняться собой, да? Да, можно немножко. Но не забывать про семью и детей. Были такие слова. Что, может быть, тебе стоит другим чем-то заняться? Может, ты занимаешься чем-то не тем? А попробуй вот то, а мы там тебя видим вот в этой сфере. Эти слова вообще меня постоянно по жизни отноваждают. Я не знаю, почему люди считают вокруг, что они знают лучше меня то, чего хочу я. То есть так часто бывает? Да. Что, 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 что вам какие идеи накидывали, куда вам нужно идти? У меня мама была, она считала, что я преподавала в институте. Я преподавала. Да, ну что? Да. Что преподавали? Многийский язык. У меня вообще пять вышек образований. Пять вышек образований? Да, все успеет. Ну, вот как-то так получилось. Вот, первое, это у меня филологическое образование. Угу. Так оно сложилось. Да. Ну, я писала диссертацию. Поэтому я преподавала параллельно. Ну, то, что вот не мама хотела педагогом, чтобы вы были, вы не стали педагогом. А все равно гордость есть у мамы, то, что есть вы сейчас. Ну, наверное, надо у нее спросить. Не спрашивали? Ну, мне кажется, любая мать гордится своим ребенком, какой бы он бы ни был. Ну, я, к сожалению, не умею читать мысли. Хорошо. Кто-нибудь говорит, что, ну, вот прям вот говорит, молодец, ты добилась очень многого. Да нет, наверное. Очень не было таких слов. Я думаю, сейчас все впереди. Ну, вы знаете, у меня есть такая особенность, да, моего характера. Я все время недоволен результатом. Что бы я ни делала, мне всегда мало. То есть хоть что-то большего. Да. Вы всегда идете. Я знаю, что много больше. Да. А не бывает такого, что все, предел пришел? Ну, пока не была. Ну, хорошо. Хорошо, а кто из близких разделяет вашу угоду, вашу страсть к вашим детям? Из близких? Да не знаю. Может, это провоцирует вас на какие-то новые открытия, новые идеи? Или дает какие-то первые ступеньки к чему-то новому в этом ресторанном бизнесе? Да нет, наверное, я сама. Все сами, все одна. Да. Никто. Родители, муж, дети. У мужа свой бизнес, но нет времени со мной копаться. А родители, они живут своей жизнью. Я уже 10 лет назад у них переехала, вышла замуж. Обалдеть, как можно все успеть? Концерт, это же даже никого в правой руки. Ну, конечно, у нас сейчас уже появился операционный директор Мария Алексеевна Махоня. Вы так глазково не говорите. Да, потому что, на самом деле, она мне очень сильно помогает. Ну, она у нас появилась полгода назад. Да, полгода назад. Мы с ней полгода учились. Я сейчас гордостью могу сказать, что она полностью оправдала мои надежды. И я очень рада, что у нас был у нас в команде такой замечательный человек. То есть, вам стало легче. Да. То есть, я понимаю, вы финансист в образовании. Ну, два высших у меня есть финансов. То есть... У меня есть финансы и кодиты, но в школах и бизнесе. Вам это нравится? О, да. Я вообще люблю цифры. Они не врут. Люди врут, а цифры нет. А цифры нет, да? Нет. Хорошо. Скажите тогда, если цифры не врут, скажите мне цифру, ту, которая была на начальном этапе. С какой цифры вы начинали? В смысле? Ну, открытие бизнеса. Вы знаете, эту цифру очень сложно точно назвать. Потому что очень сильно все разнится. То есть, все зависит от проекта, все зависит от концепции, все зависит от уровня, все зависит от желания, от вложения. Ремонт можно делать своими руками. Хорошо, первое заведение. Можно заказать бригаду и так далее и так подобное. Вы хотите узнать стоимость покупки, что ли? Хочу. Может, я его буду открывать? Собственная сервисная служба в компании «Лестабу» осуществляет ремонт оборудования любого уровня сложности до поля выпуска. Делает это недорого гарантией. Ну, вот давайте, если вы решите открывать, вы ко мне придете, я вам в личной консультации расскажу обязательно. Ну, хотя бы примерно. Примерно. Чтобы понимать, от и до, допустим, 2-3 миллиона нужно. Ну, на самом деле, чтобы понимать, за сколько нужно купить ресторан, можно открыть «Авито» и посмотреть, за сколько они сейчас продаются. Это не закрытая, это открытая информация, она абсолютно в открытом доступе. Есть еще такое очень интересное слово, называется «торк». Да, это «торк на месте». Всегда можно так говориться. Видите, рестораны бизнесу очень специфически. И желающего, да, и желающего найти, найти желающего купить какое-то заведение, это, ну, как вам сказать, там, не найти желающего купить ларек какой-нибудь. Или запрашивали, или еще что-то. Ну, то есть... А что лучше? А купить готовый ресторан, да, на Алифтах, на том же? Или все же, ну, разработать, вложиться, открыть, церемоновать? Зависит от подхода. Почти. От того, от опыта. Первый проект. Второй, третий, четвертый, десятый. Ну, если только начинают. Если только начинают. Ну, кто же будет открывать ресторан? Только при помощи консультантов, специалистов. Без них никто? Конечно, нет. Никто один не справится, только в команде. Место неправильно выберут. Проходимость неправильно посчитают. Средний чек не выведут. Ну, много нюансов, которые... Неправильно рассадку делают. А официантам работали? Нет, я нигде. Не работали. А как вот понимание сложилось, как правильно идти в команду? Ну, не знаю, как это будет. То есть, понтюидцы действуют. Идет, идет, бежит, стремится и выбежит из-за этого. Ну, я обычно это не делаю. А бегут, называют тебя. Бегут и выступают. Ну, нет, ты делаешь все. Ну-н-н-н-нетен. Продолжение следует...